Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о контроле за работой предприятий ЖКХ в отопительный период. Речь идет о внесенном осенью группой депутатов в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду, а также за недостоверное информирование руководства о готовности к отопительному сезону. Актуальность этого законопроекта очевидна, в том числе и для нашего региона. В новогодние каникулы в школе поселка Каратайка произошло частичное размораживание системы отопления. Из учебного процесса выпал спортзал. Виной всему, утверждают в муниципалитете, сильные морозы. Сейчас в помещении делают срочный ремонт, а пока физкультурой школьники занимаются по учебникам. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. На побережье стояли трескучие морозы. Их и не выдержала система отопления в каратайской школе. В спортзале лопнула батарея. У нас школа разделена на несколько ветвей по отоплению. И одна ветвь у нас чуть-чуть подзамерзла в спортзале. Пытались ее отогреть, но там лопнула батарея. И сейчас у нас идет замена одной части. Школа функционирует, потому что на втором, на первом этаже в классах температурный режим нормально, все хорошо. Просто что уроки физкультуры ведутся по учебнику, пока не в спортзале. Где-то если в теплую погоду, то на улице. Пока идет ремонт. Стоит отметить, что здание каратайской школы относительно новое, построено в 2008 году. Образовательное учреждение прошло подготовку к осенне-зимнему периоду. По словам представителей приемной комиссии, в которую входили и работники ЖКУ, отопительная система была в полном порядке. По итогам проверки, школе был выдан паспорт готовности. Школа была готова. Отапливалось все хорошо. Отопление поступало в полном объеме. Отдача тепла тоже была хорошая. Температура везде соблюдалась, как она должна быть в норме. Там о 19 или о 20 градусов тепла было. А между тем, подготовка к отопительному периоду учреждения и организации может стать более чем серьезным процессом. Случай с каратайской школой едва ли не стал наглядным примером к законопроекту, который внесен на рассмотрение Госдумы. Как пишет газета «Известия», законопроект наделяет региональные власти полномочиями по координации готовности поселений и городских округов к осенне-зимнему периоду. Теперь главам муниципальных администраций и их заместителям по ЖКХ придется с удвоенной силой обеспечивать бесперебойную подачу тепла, а не только проводить аварийно-спасательные работы по возобновлению теплоснабжения. Кроме того, чиновников и руководство коммунальных предприятий можно будет теперь привлекать к административной ответственности за невыполнение предписаний Ростехнадзора, приведшее к авариям. Согласно документу, чиновников и бизнесменов будут страховать за неверную оценку готовности к зиме. По мнению группы депутатов, государство несет слишком большие расходы по устранению последствий аварий, поясняют в Госдуме. Ответственных за это чиновников смогут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей до 100 тысяч, компаний до 500. Правительство поддерживает законопроект с учетом его дальнейшей доработки и отмечает в своем отзыве, что наделение чиновников дополнительными полномочиями по контролю требует обсуждения, а штрафы за ряд нарушений уже предусмотрены.